Ну, я обещала вам поговорить об анеологии, об этой новой науке. Это очень интересная, очень интересная наука, это новая наука. И что интересно, очень многие ученые как бы уже сами подходят к этому понятию энергоинформационного пространства. И, как я уже рассказывала, эта наука была основана, можно сказать, озвучена, вернее, даже была озвучена в начале 90-х годов в военно-промышленном комплексе учеными, такими как Ханцеверов Ильяс Рахимович, Мещеряков и еще другие. Это наука о энергоинформационном обмене в природе, она так и называется, поэтому энеология. И была создана Академия по энеологии, которая, собственно, просуществовала на государственной основе до конца Советского Союза. Далее она уже была основана на общественных началах самим Ханцеверовым, просуществовала столько, сколько он прожил. То есть после того, как он ушел, она закончила свое существование. Но вот что интересно. Я вот тут немножко поинтересовалась научными, современными научными взглядами. И вот открыл для себя очень интересного ученого, писателя, который, собственно, пишет книги на эту тему. Ученый, который находится на Украине, Игорь Иванович Гарин. Но Гарин – это его, собственно, псевдоним. А, собственно, сам Игорь Иванович, он папиров, он профессор, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Украины, известный специалист в области реакторного и космического металловедения, а также работает в Национальном научном центре Украины, в Харьковский физико-технический институт. И папиров автор более 350 монографий, научных работ, и 60 авторских свидетельств имеет, и патентов. И в настоящее время успешно работает над созданием перспективных материалов и устройств для онкологии и кардиологии. То есть вот у него такая широконаучная деятельность. Мне очень понравилось, он написал 10 томов, он много написал книг, но среди них вот особенно выделяются вот эти 10-томник, который он назвал «Мудрость веков». И я хочу некоторые выдержки вам назвучить, чтобы вы поняли, насколько наука уже подошла к барьеру мистики и даже ее этот барьер перешагнула. Но что такое мистика? Вы все знаете, это тайная. Мистика – это тайная, значит, тайная, закрытая. И всегда возбуждала интерес людей. И поэтому наука, она очень сильно отмежевывалась от мистики и не признавала ее совершенно. И даже если какие-то были пара изыскания, она их называла лженаукой. Я это помню, я это прошла сама все в 80-х годах, когда нас обвиняли в лженауке, была охота на ведьм, и нас всячески ограничивали. Но вот, видимо, все-таки время побеждает. И такие ученые разносторонние, которые настоящие ученые. Ведь настоящего ученого что отличает? Настоящего ученого отличает смелость в его изысканиях, отличает его незацикленность, когда он дает полет своему творчеству и своей мысли. И он не боится изучать то, что считается запретным в науке. Вот товарищ Игорь Иванович Гарин, или как его настоящая фамилия, Папиров, вот он как раз относится к таким ученым. Смелым, искренним и, я бы сказала, очень передовым. Вот смотрите, что он пишет. А действительно ли наука противостоит мистике? Правда ли, что они несовместимы? Наука науке рознь. Ортодоксальная наука, как любая ортодоксия, освещающая и канонизирующая свое прошлое, действительно противостоит мистике. Отрицает ясновидение, проведение, откровение, а также все многообразие душевной жизни с ее неповторимостью и мистической озаренностью. Но параллельно с такой наукой, это действительно так, ортодоксальная наука это все не признает, оставляет это все каким-то колдунам, мистикам. То есть там как раз это представляется на самом деле для людей океаном, мистификацией океаном, обмана, шарлатанства. Поэтому наука, она, конечно, все ставит на место. И параллельно с такой наукой, и примыкающей к ней рационалистической и позитивистской философии, существует, ну, скажем, либеральная, плюромистическая наука, признающая неисчерпаемость истины и знания, гносилогический принцип неопределенности, бесконечную изощренность природы, то есть свойства знания, что каждое открытие не уменьшает, а увеличивает число стоящих перед наукой задач. И что сегодня кажется нелепостью или чудом, может иметь место в природе. Ну, мы можем, посмотрев на науку, на ее прошлое, на историческое, так сказать, прошлое науки, мы можем очень много видеть, как действительно многое, что казалось мистическим, становится ясным. Это физик и химия открывает все это. Вот, действительно, и действительно так, чем больше наука фактов набирает, тем больше, чем больше она узнает, тем больше открывается горизонтов для познания. Вы, наверное, знаете эту древнюю притчу, да? По-моему, это, она связана с Сократом, когда он очертил маленький круг, точку в центре, поставил и говорит, вот я, и вот сколько я знаю. Потом увеличил круг, увеличил круг, круг стал еще больше. И он говорит, ну вот я теперь знаю больше. Вот, но опять же, эти знания ограничены. И в итоге, человек, который всю жизнь познавал, к концу жизни сказал, я знаю, что я ничего не знаю. И это действительно так, потому что чем больше мы открываем истин, тем открывается больше перспектив и больше-большее пространство для познания. Вот. История развития науки нам ярко продемонстрировала необходимость пересмотра незыблемых, незыбленных парадигм и бесконечную открытость науки новым идеям. А также шаткость самих основ, несокрушимой твердыни. Ну, действительно так, поставив науку вот на такую основу, что вот этого не может быть, потому что не может быть никогда. Таким образом мы ограничиваем горизонты познания. Ограничиваем горизонты познания, давая уже как раз, как я уже сказала, простор для спекуляции в этом направлении. Вот. Чем больше мы познаем мир, тем загадочнее он становится. И тем более необходимо прибегать к ненаучным видам познания. То есть к мистике и к Богу. И вот в 20 веке сами физики в корне изменили свое понимание материального мира. Революционные открытия в субатомной и астрофизической сферах разрушили представление о Вселенной как о полностью детерминированной механистической системе, состоящей из неразрушимых частиц материи. Ну да, ведь даже считалось, вот само название атом, это неделимый значит, он переводится неделимый. Как мы теперь знаем, что атом не только неделимый, он там состоит, и там множество электрончиков, которые каждый в своей орбите крутится, из положительного отрицательного заряда. То есть наша наука уже проникла глубоко даже внутрь строения атома, той самой частички, которая считалась неделимой. Мы проникли далеко в космос, сейчас вот такие нам телескопы, как Хаббл, дают потрясающие знания о Вселенной, потрясающие, но эти знания все равно, скажем, суммировать, анализировать человечество до конца не может. Очень много загадок представляют нам и электронные микроскопы, и мощные телескопы, потому что у нас нет главного, у нас нет полного знания, у нас нет понятия о том, что существует великий закон, который все ставит на свои места и который, собственно, является, дает границы, четкие границы, четкую структуру, в которой эта материя перемещается, движется и существует. Это я уже сделала дополнение, как вы понимаете. Дальше я читаю этого замечательного автора. Когда исследование Вселенной сместилось из мира повседневной реальности или зоны промежуточных измерений, в мир субатомных частиц и мегамир далеких галактик физики обнаружили ограничения механистического мировоззрения и вышли за их пределы. То есть, в конце концов, мистика – это познание, черпающее из глубин духовной жизни. То есть наука приблизилась к этим границам, и она перешла эти границы. Она вторглась в область уже мистических знаний. И цивилизация, пишет он, цивилизация не может, далее он пишет, цивилизация не может развиваться дальше, покуда оккультное не станет таким же само собой разумеющимся явлением, как атомная энергия. Вот это правильно, действительно. То есть идет сращивание на сегодняшний момент. Я попозже на эту тему более популярно поговорю. Но вот пока я дочитаю все-таки то, что пишут ученые. Это ученые пишут, человек, который имеет степени, который имеет государственные премии, который работает сейчас в области физико-математических наук, и он даже работает не просто теоретически, а практически работает. И вот он говорит, физика, создающая картину мироздания, обнаруживает контуры своих космогоний. Вот физики, которые создают картину мироздания, обнаруживают контуры своих космогоний в индийской и буддийской тантре. Это действительно так. Они сращиваются уже очень много. Многие ученые, когда читают Махабхарту, они уже это понимают с позиции нашей науки. И понятно, это оружие брахмастра, которое страшное, которое сжигает все вокруг и действует на потомство, которое действует на потомство. А действительно радиация действует на геном человека. Но, мало того, найдены останки городов, вот такие, как Махендждаро, Харапа, где до сих пор идут сильные излучения от вещей, от камней, от всего, от костей, которые там находят. Это тоже говорит о том, что произошла там страшная катастрофа, и была атомная бомбардировка, бомбардировка, явно совершенно, что это взрывали ядерное оружие. Химики. Химики тоже высказывают предположение, что их наука ответвление утраченной алхимической символики. Ну, это действительно так и есть. Алхимия родила химию. Это точно. Химия – это ответвление от алхимии. И сейчас опять химики почти становятся алхимиками, они тоже приближаются вот к этим границам, и переходят частенько уже эти границы. Границы, так сказать, физических, физической науки, науки ортодоксальной, физической, и науке алхимии, то есть уже, скажем, мистики. Биологи тоже констатируют известную историю, мистическую, известную историю мистикам способность мельчайшей клетки воспроизводить целостность живого существа и так далее. Между мистикой и наукой существуют многомерные связи. И вот это вот, как раз вот эти многомерные связи, именно эти многомерные связи как раз и объясняет наука энеология, потому что это связи энергетические, и они действительно существуют во всей природе. Именно в мистике родилась идея всеохватности, универсальности, цельности и единства мира. Но разве наука в частности квантовая механика исходит не из того же предположения. Наука имеет дело с внешним проявлениями, с внешним наука, ортодоксальная наука, так вот поправим здесь наука, не просто наука, ортодоксальная наука, имеет дело с внешними проявлениями, а мистика с глубинным смыслом. наука с мертвым веществом, а мистика с разумной вселенной. Или грандиозной информационной машиной. Вот видите, как интересно, практически это ученые уже подошли к границам и уже переходят эти границы. и на сегодняшний день мы с вами являемся свидетелями так сказать очень страшного явления. Но чуть-чуть поговорим позже об этом. Итак, что такое получается неология? Представьте себе, что вся материя, как материя из нулевой энергии, она строит материю этого мира. И эта материя строится по определенным закономерностям единого закона Вселенной, как вы уже знаете, из Маги Вечности. И эти закономерности, они как бы прокладывают русло, прокладывают, составляют различные схемы, то есть берега тех рек, морей, ручейков, той энергии, которая в них вливается. Ведь если мы даже с вами посмотрим море, кажется, вода, вот залили воду, вот залили воду в стакан, вот залили воду в стакан, и она принимает форму этого стакана. Но ведь на самом деле она все равно кристаллизирована, в ней есть, все равно в ней существует структура. И когда эта вода замерзает, она замерзает в виде этой структуры. и это уже доказано о том, что вот, например, если вода находится в гармоничном месте, где процветает любовь, доброжелательность, то есть хорошая энергия, то она застывает в виде очень красивых кристаллов. Такие работы уже есть. А если вода находится в каком-то тяжелом месте, грязном месте, то там изломанные, совершенно изломанные кристаллы. То есть это говорит о том, что все пространство, оно имеет структуру. И эта структура, эта структура, она обозначена, она определена закономерностями единого закона Вселенной. И даже если вы возьмете пространство дома, пространство комнаты, мы не видим воздуха, правильно? Мы им дышим, мы знаем, что он есть. Мы знаем, что этот воздух есть, мы им дышим, но этот воздух тоже распределяется здесь тоже в определенной структурности и если ломать эту структуру то будет тяжело дышать несмотря на то что воздух вроде есть но ты чувствуешь тяжесть ты чувствуешь тревогу ты чувствуешь ведь многие из вас наверное попадая в помещение где находится неблагоприятно неблагополучные люди где скажем концентрируется зло какое-то вы же чувствуете это люди чувствуют а как они ощущают потому что существует структура поломанные структуры я помню как однажды к нам сюда явилась партия ну таких и таких окульчистов которые считая считали видимо себя такими всемогущими и мы услышали как один им командовать так разошлись везде и ломаем структуру вот так и сказали представляете разошлись тут вот по все территории и ломаем структуру то есть понимаете на невидимом а для нас нашего глазу мире здесь существует структура которая хранит это место и которая не дает здесь развиваться и продвигаться темному началу все они конечно потерпели фиаско эти товарищи с позором от нас удалились а вот и больше конечно наверное у них не возникало желание ломать структуру луча который создан богами вот поэтому я и говорю если у вас есть луч если вы проводите кошу вот что коша делает коша восстанавливать структуру вашего жилища коша восстанавливают положительную структуру великого закона первую очередь структуру великого сами окна эта структура на структура великого закона она весьма гармонична и она поэтому дает возможность эволюции любой природе которая находится в этой структуре и мы в нее вписываемся как правило своей полевой основой в эту структуру и когда мы приходим в такое помещение вот представьте себе если у вас дома постоянно проводится коша есть луч у вас уже наработанное поле наработанная структура вот вы пришли с работы уставший тяжелый но откуда там пришли и в плохом состоянии вы просто даже вот нет сил медитировать вы просто сели расслабились и через некоторое время вам становится легче вы чувствуете как с вас стекают потоки темной энергии вы вас само поле вашего дома само поле вашей квартиры чистит и дает вам силу вот что значит если вы проводите каждый день кошу если вы постоянно работаете со структурой своего жилища это вот все относится к и неологии это вот относится к энергоинформационным так сказать процессам энергоинформационные процессы это вот потоки энергии которые текут в определенной структуре и эта структура есть структура великого закона которая строится с закономерностями этого великого закона Поэтому все светлое, все светлые силы, они стремятся именно построить структуру великого закона, то есть гармонию, где могла бы проявляться любовь и свет. Темные силы, наоборот, они ломают эту структуру, они крушат ее. Поэтому они создают вот такие направления в искусстве, в науке. Вот рок, рок, это не музыка, это как раз, это вот, я даже не знаю, как это, это такие шумы, которые ломают, ломают энергетическое пространство, в котором они проявляются. Вот насколько хватает, настолько они ломают. Если мы возьмем такие направления в искусстве, как кубизм, который тоже ломаные линии всякие, вот человек смотрит, у него ломается структура сознания. А что делает Сальвадор Дали, типа его, так это же, это вообще, он же сумасшедший. И у людей, естественно, просто ломается структура сознания. Все это было разработано специально темными силами. Ведь понимаете, мы же, мы постоянно, мы с вами постоянно всю темную силу помещаем в соответствующих людей. Ну, те люди, которые творят зло, да, они просто служат темной силе. Они служат темной силе. И темная сила через них проявляется. А на самом деле эта сила, она находится не на физическом плане. Она находится в другой области. Она находится в другом измерении. И она работает. Вы знаете, если вы вспомните Булгакова, мастера Маргариту, там в самом начале замечательный диалог, где товарищ Валант беседует с двумя литераторами. Который утверждает, что вот человек сам и управляет всем на земле. Простите, сказал господин Валант, но для того, чтобы управлять, надо иметь, ну, какой-никакой план. И иметь хотя бы тысячу лет для составления этого плана. Понимаете? Но то, что мы сейчас с вами переживаем, это тот план, который, в общем-то, был построен не одну тысячу лет назад, а много тысяч лет назад. То есть умные силы, а что им? Мы, люди, перед ними мелькаем, как одноневки и бабочки у нас. Вот мы выходим летом, и вот бабочка летает. Красивая такая, прекрасная бабочка, но она одноневка. Она завтра умрет, ее уже не будет. Вот так и люди. Понимаете? Они же живут, они же находятся дольше. Они дольше живут. Ну, если, конечно, можно сказать, что темные живут, это не жизнь, это, я бы сказала, очень страшное существование. Когда они всегда ждут возмездия, и оно, несомненно, придет, обязательно придет. Потому что существует закон кармы, существует великий закон, который все равно их ограничит, и все равно их поставит на место. Но нам-то от этого не легче, от того, что мы это знаем, потому что он их не сейчас поставит, не сию минуту поставит на место. А пока вот нам приходится пребывать в этой действительности, которую они в свое время, так сказать, распланировали. И этому плану следует все. Поэтому нам остается только что. Поэтому всегда, на протяжении всех веков, существовала религия. Вот были светлые религии, темные религии. И светлые религии всегда ведут к свету. Темные религии, как правило, чем отличаются от светлые? Мы уже с вами говорили на эту тему. В темной религии всегда есть кровавые жертвоприношения. В светлой религии кровавых жертвоприношений нет. Поэтому светлая религия, она не имеет кровавых жертвоприношений. Она призывает к добру, она призывает к свету. Она дает человеку основы нравственности. И поэтому светлая энергия воспитывает человека именно в нравственном состоянии. И люди, которые принимают эту религию, которые следуют этому, они молятся, как правило, светлому Богу. Вот что интересно. В свое время, еще когда мы только начали работать с татареей, мы очень подружились с жителями города Набережной Челны. И вот я не забуду, была такая Таскира Гарифуловна, очень интересный человек, татарка, который говорит, Бог – это свет. Мне моя мама это еще говорила, что Бог – это Нур, это свет. Нет, это действительно так. Бог – это свет. Это чистый свет, а свет не отбрасывает тени. Поэтому Бог не дает тени. Бог всегда дает именно понятие света, любви, истинной любви и великого закона. Бога нельзя разозлить. Бога нельзя прогневать. Он не гневается и не злится. У него нету просто этих качеств. Он на все смотрит, как я уже говорила, через призму Ахимса, через призму любви. И поэтому Бога карающего нет. А что карает людей? Карает людей закономерность великого закона. Это девятый закон. Закон, который является инстинктом самосохранения Вселенной. Это закон кармы. Вот именно закон кармы, он, собственно, и дает людям испытания. Этот закон кармы, собственно, и дает страдания. То есть, получается, мы страдания приносим сами себе. Мы сами себя наказываем. Поэтому Бхагави-то говорит, враг себе каждый, друг себе каждый. Поэтому мы себе и враг, мы себе и друг. Если мы совершаем что-то не в законе, не в великом законе, мы разрушаем этот мир, то мы разрушаем себя. Разрушая этот мир, мы разрушаем себя. Зло, которое рождается в нашей природе, разрушает, прежде всего, нашу природу. Поэтому это надо всегда помнить. И помнить, что когда к нам приходит что-то ужасное, что-то страшное, мы не должны кричать, о, Господи, за что мы такие хорошие, а нам вот это вдруг с неба свалилось. Нет. Нет, мы получили свое. Вот сейчас, смотрите, весь мир страдает. Пандемия. Пандемия – это страшная вещь, это ковид, это все, это вакцинация, непонятное, что это такое для людей. Если бы это была нормальная вакцинация, ну, просто как раньше, ну, вот вакцинация против ОСПы была, но она же не носила такой насильственный страшный характер. Люди боятся сейчас. Они понимают, что если это насильственно внедряется, значит, что-то не так. И, наверное, они правы. Если это насильственно внедряется, то это что-то не так. Потому что она должна быть добровольной. Я ничего не имею против вакцинации, но считаю, что это процесс, который должен быть добровольным. И человек сам решает свою жизнь, как поставить, как поставить свою жизнь. Он сам решает, сделать ему это или не сделать. Но вы понимаете, если, например, я достаточно нормально бы относилась к вакцинации, но вдруг ко мне приходят и говорят, мы сейчас вас будем колоть. Я что буду делать? Я все равно буду защищаться. Так, откуда я знаю, что вы меня тогда колете? Почему вы так настаиваете на этом? Почему? Поэтому, понимаете, вот те товарищи, которые так вот яростно выполняют волю всемирной организации, они бы должны понять, что они только вредят этим. Потому что люди-то действительно не овцы. Люди понимают, что просто так насильственно делаться ничего не может быть. Поэтому здесь что-то не так. И люди нормальные, они же задумываются. Все-таки мы же... Тем более мы те, которые еще получили советское образование. Поэтому тут все естественно. Но это вот мне очень понравилось, как выступила Казарновская. Я ее послушала. Я в восторге вообще от этой женщины. Это удивительный человек. Я всем очень советую найти канал Казарновской и прослушать все, что она говорит. Это удивительный человек, гармоничный человек. Это великая певица. У нее прекрасный голос, прекрасный тембр. Но еще прекраснее в ней ее душа, ее образование. Она удивительный человек. Удивительный. И вот она то же самое говорит, что то, что к нам пришло, это экзамен. Это испытание. Это испытание нам на, так сказать, на нашу кармическую состоятельность. Мы получаем то, что мы наработали в течение многих перерождений. Мне учитель то же самое сказал. Мне учитель сказал, что вот сейчас, в этом веке, а именно особенно с 97-го года по 33-й, все человечество держит экзамен на состоятельность, будет или не будет. Это наш экзамен. Мы получаем с вами то, что мы, в общем-то, заслужили в течение веков. Это наша карма. Вот плоды кармы, вот они расцветают у нас. И, пожалуйста, добро, говорит, пожаловать. Карма, говорит, добро, пожаловать к нам. Мы вот тут уже подсчитали ваши, так сказать, проценты, плюсы и минусы, то есть ваши градики. Что такое градик? Градик – это, собственно, так сказать, ваша разница потенциалов отрицательной положительной кармы. Поэтому на сегодняшний день мы с вами находимся в очень тяжелейших условиях, потому что этот ковид, и все это, это вот точно карма, понимаете, карма человечества. Вы знаете, даже в страшные эпидемии, когда бушевала там оспа, бушевала чума, были люди, которые не заражались. Их называли параболаны. Из них как раз сформировались отряды параболанов. Параболаны – это такие войска в церкви были, которые убирали, сжигали трупы, ухаживали за больными, которые, собственно, дезинфицировали все. Они не заражались. Но считалось, что вот они такие святые. А на самом деле мы теперь знаем с позиции, вот как мы уже говорили, вот наука-то сращивается же с мистикой, правильно? Мы знаем теперь, что у них просто был иммунитет хороший, у них был иммунитет, и выработанный, видимо, в течение веков, он передался, когда-то их предки принесли эту болезнь и остались живы, и передали им по наследству этот иммунитет, и они спокойно переживали вот такие даже эпидемии. Также и ковид. Кто-то не заражается, кто-то совершенно не болеет ковидом, а кто-то заболевает. Это тоже все связано с нашей кармой, с нашим, так сказать, иммунитетом. И поэтому надо понимать, что для того, чтобы срабатывать карму, нужно в первую очередь очищаться. В первую очередь, ну, очищать свое поле, проводить действительно как можно больше направлять внимание к светлому началу. А ведь мы же, понимаете, мы же привыкли, мы же не... У нас как? Мы посвящаем Богу какие-то только минуты жизни. А в основном мы посвящаем чему? Что мы посвящаем? Чему мы посвящаем все наше время? Добыча денег, добыча еды, это быт постоянный, который отнимает огромное количество сил. И у нас для Бога-то ничего не остается почти. Иногда даже не хватает времени, чтобы вечером вот так посидеть и посмотреть на Богов, ну, к Богу обратиться. Даже очень часто этого не хватает. И вот только когда стукнет по голове какой-нибудь ковид там или еще что-нибудь, вот тут мы вспоминаем, о, надо же к Богу обратиться. Мы сейчас вот будем обращаться. Ну, и бегут в церковь. Ну, и что? Ну, вот они прибежали. Ну, что они в церковь? Это в церковь вы побежали не каждый же день, правильно? Ну, раз в неделю там вы пошли там на службу, свечку поставили, папу деньги дали, как раз-то, ну, они ему очень даже нужны. Вот. И все. И это называется служба Богу. Вы вспомнили о Боге. И ждете от Него после этого чего-то, что вот я вот вспомнила о Тебе, Боже, я пошла вот, свечку зажгла, я там или зажег, там я вот дал денежку попу и в церковь пожертвовал, и все, и теперь вот мне должно прийти спасение. Нет. Ни в коем случае спасения не ждите. Спасение придет только через самосовершенствование, через работу с собой, через сработку своих отрицательных качеств. когда вы будете думать о Боге постоянно. Вы понимаете, это когда у вас будет все время мысль занята этим. Когда, скажем, когда, скажем, быт будет для вас на втором месте, а Бог будет на первом. вот тогда действительно вы можете сказать, что вы связываетесь с Богом, что вы действительно к Нему обращаетесь. Вы знаете, как говорится в Абхагавадгите даже, кто в смертный час обо мне размышляет, тот ко мне и приходит. Вот тут у меня недавно я просто поделюсь опытом, очень был интересный опыт. Вы знаете, что, ну вот я рассказывала, например, что у нас было в Канаке, когда было целое нападение темных сил, и вот они даже материализовались в виде этого черного шара, и были, ну, скорее всего, это темная вимана была огромная какая-то, и белая вимана ее ограничивали. Мы с помощью божественной силы тогда отбились, потому что было очень тяжело, действительно, мы чувствовали это нападение, мы чувствовали на нас воздействие, и мы это воздействие преодолели с помощью нашего луча, с помощью божественной силы, мы это воздействие темных сил преодолели. Вот, и вот тут недавно тоже, скажем, в силу каких-то обстоятельств, ну, на меня было совершенно очень мощное покушение энергетическое, то есть, убивали конкретно, и я думала, что все уже, наверное, мои аналоги какие-то позволили, конечно, пройти таким ударом, мне учитель сразу сказал, в самом начале пути ты можешь сесть в кубик сложенный знаков, но если аналог есть, стрела достанет. Ну, я подумала, ну, вот аналоги, видимо, у меня такие разрослись большие, что на меня вот это все подействовало, ну, и чувствую, что все, я уже не могу, я уже умираю, даже, вызвала даже скорую помощь, чтобы они зафиксировали еще мое желание, чтобы меня не вскрывали после смерти, на что мне сказали, это вам не поможет, все равно вскроют, потому что не вскрывают только тех, кто долго болеет, а тут вот можете чухать, эти дела все равно, мне это не понравилось, думаю, совсем мне не хотелось бы, чтобы там мое тело все-таки, оно для меня святое, чтобы там копались какие-то патологоанатомы, еще неизвестно, кто еще, вот, ну, и я тогда думала, ну, ладно, да, главное, они ничего не могли сказать, все было нормально, сердце нормально, все нормально, непонятно, почему такое состояние, что оно останавливается, не хочет работать, ну, в общем, короче говоря, я подумала, ну, все, раз так, я умираю, я сяду и сосредоточусь на Шиву, это мой отец, энергетический, то есть, он родил мой разум, я к нему и уйду, села, сосредоточилась, стала читать мантры, Омна Машвая и все другие прочие мантры Великого Закона, и вы знаете, стало мне лучше, 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 и буквально через полчаса я уже забыла, что на меня нападали, я себя прекрасно, отлично чувствовала, я подумала, почему я сразу этого не сделала, почему я сразу не села, потому что я еще, как бы, видимо, не дошла, я думала, что это на одно там грешило, на другое, что-то, но я еще думала, что я справлюсь как-то, но когда я поняла, что не справлюсь, просто села и стала медитировать на высшее начало, то есть, медитация на высшее начало, это всегда, это связь с Богом, это энергоинформационный канал, который вы должны прорабатывать с Богом, это связь с Богом, вот, но может быть даже, как мне потом сказали, дали дойти до точки апогея для того, чтобы это вернулось полно тем, кто послал с той же силой, так что я думаю, наверное, много народу полегло в этой битве, о которых мы и не узнаем, вот, так что, чем, сильнее ваша энергоинформационная связь с божественным началом, тем вы более защищеннее, и тем больше вы имеете шансов не заболеть этой страшной болезнью или переболеть легко, да, вот у нас было такое, мы, проболела, наша вся деревня проболела ковидом, в основном все легко проболели, я так вообще даже не чихнула, на три дня потеряла нюх, из чего поняла, что это был ковид, многие так вот, так же легко переболели, но человека три зацепило, ну, потому что эти три человека предварительно перед этим сильно простудились, и поэтому на эту простуду, конечно, сразу легло вот это осложнение, поэтому не надо бояться ковида, надо знать, что эта болезнь, она, естественно, как все вирусы, как все болезнетворные организмы, они созданы темными силами, вы знаете, есть замечательная книга, которая называется «Альтист Данилов», «Альтист Данилов», господи, как же автор-то, забыла фамилию автора, ничего вспомним, вот, это последняя лебединая песня господина Воланда, а первое, это то, что он написал, он написал, вот он передал это Булгакову, мастера Маргарита, и Булгаков сам до смерти говорил, что это не его произведение, что он его просто получил, и его ошлифовал, вот, а «Альтист Данилов» это вот уже уходил, Воланда с этого плана, он раскручивался, и вот его, эта последняя лебединая песня, там очень интересное сведение о темной пирамиде, и там говорится о том, что напрямую говорится, что они действительно работают в микромире, и совращают эти мелкие частицы, и говорят, что это очень трудно сделать, значительно труднее, чем человека легче совратить, чем какую-то там, какую-то, какую-то частицу, то есть вот эти все болезнетворные твари, они создаются как раз темным началом, демоническим темным началом, вы знаете, да, что даже вот в религии, там, ну, в средней экове говорили, что комары, вот эти все кровососущие, кровососущие, и мухи, там вот эти пролепчивые серы, это все, как они говорили, слюни дьявола, то есть что вот от дьявола их выплевывает, то есть все, все это кровососущие, все принадлежит, ну, как и вампиры всякие, они принадлежат к темной сфере, поэтому все болезнетворные микроорганизмы тоже принадлежат к темной сфере, и если мы будем свое освещать и работать с пространством, в котором мы живем, работать с собою, если мы будем себя очищать, и если мы будем укреплять свою энергоинформационную взаимосвязь с Богом, то нам не страшны эти болезни, они не смогут в нас разгуляться, они не смогут нас так поглотить, поэтому, естественно, единственный путь к спасению у нас сегодня это взаимодействие со светлым божественным началом, учитесь медитировать, учитесь сосредотачиваться на светлых мыслях, учитесь меньше гневаться, меньше разрушать свое сознание выбросами такими психическими, учитесь концентрироваться на доброй, хорошей мысли, и учитесь, так сказать, создавать в своем сознании кристалл Ахимсы. Вот, собственно, такая информация о эннеологии, то есть эннеология – это энергоинформационный обмен в природе, это, которая говорит о том, что энергия, она не течет бессистемно, так себе просто, что даже вода бессистемно не течет, она тоже имеет русло, она тоже имеет структуру, так и энергия, она энергия обязательно имеет структуру, вот, и, собственно, эннеология, она также имеет свои законы, по которым все эти процессы энергоинформационные протекают, и мы будем потихонечку учиться овладевать этой наукой, и этими процессами будем учиться строить взаимосвязи правильные, для того, чтобы получать положительный опыт, для того, чтобы развивать свое сознание, и идти в эволюцию, потому что эволюция – это единственный путь для всей природы, единственный путь, потому что деградация приводит к разрушению, к гибели, к смешению, к переструктурации, а эволюция – это всегда верх, это построение гармонии, это развитие, это путь бессмертия, поэтому сейчас как бы не придумывали эти слуги, так сказать, темных сил, которые очень хотят жить, ну, представьте себе, они имеют миллиарды, а жизнь короткая, ну, что делать-то, хочется понаслаждаться, повластвовать, хочется понаслаждаться тем, что ты имеешь, миллиарды имеют, а понимают, что они умрут, вот они сейчас дали задание всем этим своим ученым, чтобы разработали какие-то принципы бессмертия, вот они придумывают, они какие-то стволовые клетки там придумывают, они мучают там, вот я слышала недавно, это вообще кошмар какой-то, даже говорить не хочу о том, что они творят для того, чтобы достичь своего бессмертия, это можно найти в интернете, но никакие лекарства, никакие способы, никакие механические вещи, ни таблетки, ни микстуры, ни процедуры бессмертия не дадут, о чем говорить, ведь если мы возьмем даже Махабхар, то я уже вам рассказывала об этом, вот сидит демон, медитирует на Шиву или на Брахма, вот он стоит на большом пальце, левой ноги смотрит на небо, и вот концентрирует энергию, вокруг него все горит, он, значит, потом стоит на большом пальце, правой ноги смотрит на небо, все концентрируется вокруг него, силы, он аж все-все горит, вот он там мантры читает, наконец Бог не выдерживает, приходит, смотрит, он уже там, ну не знаю, скоро Вселенную сожжет, приходит к нему и говорит, ну чего ты хочешь? Я хочу бессмертия, говорит он, и все, каждый из них, все хотят бессмертия, им хочется бессмертия, на что Бог отвечает, будь то Брахма, будь то Вишну, будь то Шива, говорит, нет, ты знаешь, бессмертие я тебе не могу дать, выбирай что-нибудь другое, ну только не бессмертие, и вот этот вот демон начинает выбирать, да вот, чтоб меня не убил, не тот несет, не пятый, не двадцать девятый, все равно он забудет чего-нибудь, и Бог воспользуется именно тем, что он забыл, и в итоге этот демон, положенное ему время, уходит, его, так сказать, убирают с этого плана. Так и эти товарищи, эти, так сказать, слуги дьявола, которые очень хотят долго жить, вот они там бессмертие себе придумывают, колдунов каких-то выискивают, вот они чего-то там себе, и алхимию какую-то, и это все бесполезно, это все бесполезно. Нет бессмертия для них и не будет, бессмертие дает только идея абсолюта, а идея абсолюта – это эволюция в бесконечность на основе высшей нравственности, на основе соблюдения закона, великого закона, и на основе трансмутации отрицательного опыта, то есть когда человек полностью становится архатом, он срабатывает всю свою отрицательную карму, и тогда он вступает, он вступает в область бессмертия, а при других обстоятельствах это невозможно, совершенно невозможно. Вот, поэтому я хочу сказать, что мы с вами все смертны, грехов у нас, то есть отрицательного опыта у нас хватает, и наша задача – постараться в течение этой жизни как можно больше исправить тех ошибок, которые мы с вами наработали в течение этой жизни, в течение жизни прошлых, потому что наши прошлые ошибки, ошибки нашей прошлой жизни, они у нас выражаются в обстоятельствах, они выражаются в состоянии здоровья, и поэтому наша задача – работать с собой, надо изучать себя и стараться избавляться от этих ошибок. Даже встав на этот путь, даже встав на этот путь, и взяв в помощь энергоинформационный канал от Абсолюта, от сил света, от иерархии света, от богов, взяв эту символику, мы уже встаем на путь бессмертия, и даже если мы не успеваем в этом рождении полностью сработать все свои отрицательные аналоги и качества, то мы все равно вступили на этот путь, и поэтому в следующей жизни нас обязательно поместят в такие условия, где мы можем продолжить эту работу. Поэтому эволюция – это очень важно для нас, и самое главное – не терять надежды и знать, что светлые силы, они не просто всегда с нами, они в нас, они находятся в нас, и наша задача – сконцентрироваться на эти светлые силы в себе, а то, что есть в нас, света, оно обязательно на аналогических, так сказать, на аналогиях, соединяется, обязательно соединяется с Богом, и мы соединяемся с Богом по мере того, как мы увеличиваем в себе внутренний свет, и чем больше в нас внутреннего света, тем наша связь с Богом, наша связь с высшим началом сильнее. Ну вот, на этом я хочу закончить. Ясности вам в пути. Еще раз прошу извинения в том, что мы поздно начали эфир, потому что у нас, к сожалению, ну, интернет у нас вот такой, ничего не сделаешь. А потом, понимаете, идут энергетические процессы, которые очень тоже влияют на интернет неположительно, вот, и нам очень сложно бывает иногда даже выйти в эфир. Я надеюсь, что в следующей пятнице у нас мы учтем эти ошибки, и все-таки мы очень давно не выходили в эфир, и все исправим, у нас будет быстрее и лучше. Так что я с вами прощаюсь. Ясности в пути. Всем!